Так, сейчас добавлю пока что вот столько. К этим цветочкам, я думаю, очень подойдут вот такие зайчики. Очень много людей пишут про облачка, хотя только что выпустила видосик 2 минуты назад буквально. Ребята, всем привет! Сегодня мы с вами будем делать дизайн для флот-слайма. Я сегодня намерена сделать огромную кучу флот-слаймов. Очень надеюсь, что вы мне в этом поможете. Обязательно посмотрите это видео от начала до конца, потому что в конце вам нужно будет оценить дизайн данного флот-слайма. Перед началом этого видео обязательно подпишись на мой канал, если ты до сих пор не подписан, а также активируй колокольчик, который находится рядом. А теперь мы с вами начинаем! Для начала я подготовлю нашу поверхность для того, чтобы делать на ней слаймы. Беру безворсовую салфеточку, на нее антисептик, размазываем салфеточки и протираем стол. Безворсовая салфетка, потому что она уберет все пылинки, соринки. Плюс у меня тут были какие-то вот пятнышки розовые от красителей каких-то, но больше их уже нету. Эти пятнышки ничего не марают. И когда я уже убеждена, что тут нет никаких соринок, можно также просто обычным антисептиком уже намазюкать все это дело. Чтоб уж наверняка. Готово! Поверхность чистая, значит можно будет делать слаймы. Итак, для создания флот слаймов нам понадобятся клауд базы и клеер базы. Я их уже принесла в свою комнату, но из-за того, что они находятся в больших контейнерах, я сейчас их не могу вам показать, потому что они просто не вместятся в кадр. И думаю, что для начала мы с вами займемся клауд базой, потому что с ней сейчас будет проще всего. Давайте сейчас я вам покажу, как дризлит эта клауд база. Ее нам сильно много не понадобится, потому что во флот слаймах больше нужно именно клеер слайма, чем клауда. Но это лично у меня такая текстура, мне так больше нравится. Клауд очень воздушный, прям вообще прикольный. Я, кстати, немножечко изменила рецепт своего клауда, теперь он стал еще круче, еще воздушнее, еще круче дризлит стал. Поэтому да. А еще она вкусно пахнет. Так, ну что же, давайте уже начнем. Я разделю ее сейчас на две равные части. Одну часть мы оставим беленькую, а другую сейчас будем окрашивать. Я буду использовать вот такой краситель, это самый лучший краситель, он американский. У него просто восхитительный оттенок, я ему уже давно пользуюсь. Так, сейчас добавлю пока что вот столько. Надеюсь, что такого количества красителей хватит. Нам нужен прям нежно-розовенький цвет, такой прям прикольненький, миленький. Потому что этот флот слайм будет у нас такой няшный, нежный. Мои слаймы делятся на два типа. Либо они ультра-яркие, просто вырви глаз. Либо они супер нежные, няшные. Только так. Сейчас перемешаю этот слайм и вернусь к вам. Мне очень нравится этот нежный цвет, который у нас получился. Он максимально няшный. А в сочетании с белым клаудом выглядит еще круче, согласитесь. Итак, сейчас пока что уберем клауд слайм и займемся второй половиной. Это клеер слайм. Тут нам уже нужно будет подобрать добавки всякие, блестки, если понадобятся, посыпочки. Короче, да, сейчас самый интересный момент, как по мне. Я взяла вот такой кусок клеер базы. Не знаю, будет это много или мало. В любом случае, если это будет много, то я просто сделаю из остатков несколько клеер слаймов. Потому что дизайн все равно будет классный. Даже и для клеера. Итак, но мы пока что откладываем и этот слайм тоже и начинаем подбирать добавки. Итак, ребята, чтобы создать часть с клеер слаймом, нам понадобятся разные добавки посыпочки для слаймов. Я подобрала уже дизайн, примерно накидала его, но мне все равно нужна ваша помощь, чтобы определиться с несколькими посыпками. Во-первых, я очень хотела бы использовать сюда вот такие цветочки. Они очень нежные и красиво выглядят. Их мы точно будем использовать. К этим цветочкам, я думаю, очень подойдут вот такие зайчики. Это также очень и очень милые посыпки. Я думаю, они идеально подходят цветам. Плюсом я добавлю вот такие блестки самые обычные. Сочетание красивое. Но теперь у меня есть выбор вот. Вот в чем заключается битва этих посыпок. У меня есть два вот таких варианта. Либо вот такие вот зайки. Блестящие. Они красивенькие, но я не знаю, подходят они сюда или нет. Или лучше использовать вот такие облачка. Они маленькие и очень круто переливаются. И вот я в раздумьях. Вот к этому вот всему подойдет больше зайчики или облачка? Пожалуйста, проголосуйте в комментариях, потому что я не знаю, что лучше. Также я выпустила опрос в своем лайке. Сейчас посмотрим, за что голосуете вы в лайке. Вы пока что напишите, за что вы в комментариях тут на ютюбе. Очень много людей пишут про облачка, хотя только что выпустила видосик 2 минуты назад буквально. Но очень много людей пишут за облачка. Я, честно говоря, тоже больше к ним склоняюсь. Мне кажется, они сюда больше подойдут. Надеюсь, наш с вами выбор совпал. По-моему, дизайн просто пушка. Ну что, давайте добавлять его тогда уже в Клиэр Слайм. Ну что же, Клиэр Слайм в студию. Так, это мы подвинем. Вот так вот. Знаешь, ну тут, наверное, литра 2 слайма этого. Так, первыми я хочу добавить цветочки, поэтому давайте начнем именно вот с них. Это такие крупные фима. Вау. Где фокус? Так, давайте побольше. Что-то я их маловато засыпала. Побольше. Вот так. Все, замечательно. Половину пакета высыпала. Но я никогда не жалею добавки. Следующими пойдут зайки. Ту-ру-ру. Тут. Два зайчика остались в упаковке. Вау. Побольше цветочков засыпем еще. Да, вот так вот кайф. Балдешь. Следующими давайте блесточки вот такие вот. Засыпаем. Ребята, если вы еще не в курсе, то у меня появился новый YouTube канал. Второй. Называется он пока что Кристи Чарм Фэмили. Обязательно напишите это название в поисковике YouTube. Подпишитесь на мой второй YouTube канал. Там тоже выходят интересные и классные видосики. Всех там буду ждать. Кстати говоря, скоро там будет конкурс, поэтому, чтобы его не пропустить, обязательно подпишитесь на мой второй канал. Ой, мне очень нравится то, что сейчас получаются эти блестки. Просто идеально сюда подходят. Хотя, кстати, изначально, когда я подбирала этот дизайн, я хотела не эти блестки добавить, а вот этот гель с блестками, но обычно я в свои слаймы на продажу добавляю гель с блестками от Элмерс, потому что он качественный. А это я не знаю, с какого клея, поэтому даже не стала добавлять, рисковать. Добавляем облака. Облак у меня не так уж и много, но я и не планировала их много добавлять. Вообще, у меня есть и другие упаковки, но это будет слишком перебор тогда в блестках. Тут так много этих, да и цветочки с зайцами тоже их многовато. Засыпаем. Вот так вот. Ох, я уже хочу это все перемешать, поэтому давайте уже не будем медлить и перемешаем эту красоту. А потом уже будем все раскладывать по баночкам, красиво деколировать, декорировать. А также я вам до сих пор не показала шармики, это ждет вас впереди. Так. Красиво. Мне очень нравится. Так, главное все это тщательно перемешать, чтобы везде было равномерное количество посыпочек. Спасибо всем большое, кто помог мне с выбором между зайцами и облаками. Думаю, мы с вами сделали правильный выбор. Ну что, оцените вот сейчас клеер-половинку в комментариях от 1 до 10. Мне кажется, все 10. Ну, как по мне. Так, ну что же, мои дорогие, сейчас мне нужно отодвинуть все наши базы уже готовые, вот эти вот задекорированные. Берем баночки. Я должна вам похвалиться, просто обязана. У меня сегодня приехали новые банки. Вы скажете, что вот такие банки у меня уже были, там с белыми крышечками, все такое, но нет. Это не белые крышки, ребята. Сейчас у меня не будет больше белых крышечек. У меня будут теперь такие же банки, только с прозрачными крышками. Я очень давно себе такие хотела. И, наконец-таки, у меня закончились белые крышки. Я могу использовать прозрачные. Они очень классно выглядят. И теперь, если, например, я сюда буду класть, предположим, клауд-слайм, то верхушку, где все посыпочки, все будет видно, потому что она прозрачная. Это гениально. И я очень рада такому пополнению. Надеюсь, что вам они тоже нравятся. Ну и давайте сейчас на примере одного слайма я вам покажу все прям подробненько, а потом сама доделаю все уже остальные кучу огромных слаймов. Давайте начнем. Берем одну баночку. Итак, начинаем мы с вами с клиера части. Мы берем небольшой кусочек, даже еще меньше, и кладем его на дно. Но это лично я так раскладываю сюда, свои флот-слайм, потому что мне так удобно. Разравниваем все это дело. Получается примерно вот так. Теперь мы берем уже клауд-основу. Для начала я возьму кусочек белого и катаю из него шарик. Ровненький, красивенький, маленький шарик. Примерно вот такого размера он у меня получился. Я его запихиваю в баночку и прижимаю к клиер-слайму, чтобы он к нему, так сказать, приклеился. Теперь я вновь беру клиер-слайм и делаю это все вот таким вот слоем. Заливаю наш шарик белого, чтобы он полностью был вот под клиер-слаймом. Вот таким образом. То есть пропихать я вот туда не могу, к сожалению. Но оно само все сделается. Так, все, утрамбовали, чтобы не было никаких лишних пузыречков. А теперь берем кусочек розовенького клауда. Катаем точно такой же шарик, хотя я сейчас сделаю не шарик. Я попробую сделать одну идею, которая у меня давно была в голове. Я вот поджидала момент, чтобы дизайн подходил к нему. Надеюсь, что этот кусочек так и останется в форме сердечка, который сейчас формирую и не расплывется. Но я думаю, что он не должен вообще расплыться. Ну, если что, знайте, что это должна была быть любовь. А как мне его трамбовать сюда стопы? Сделаем сейчас сердечко поменьше. Вот так вот у меня получилось. Закладываю его сюда. Да, наверное, лучше было сделать шарик. Напишите в комментариях, как лучше, с шариком или нет. Просто так, мне кажется, не особо понятно будет. Нет, давайте лучше я сделаю это шариком. А то что-то как-то мне не очень понравилось. Надо будет в другом варианте как-то сделать сердечко. Так, вот, все, мой адекватный шарик готов. И заливаем теперь его клеер-слаймом. Как вы понимаете, никаких посыпок нам больше не нужно будет делать. Потому что они все уже в клеер-слайме. Поэтому я и выбрала такую технику, что сначала мы делаем отдельно клауд, окрашиваем. Потом декорируем клеер. И в итоге вот так вот все аккуратненько получается. Идеально, красиво, модно, стильно, молодежно, мило. Вот. И шармик. Я вам так его не показала, сейчас покажу. Вообще-то, мои дорогие, я изначально планировала взять шармики зайчиков. Но они у меня закончились. Но у меня есть второй вариант. Это вот такое мороженое. В принципе, сюда подойдет любой шармик. Но я возьму именно его. Ну да, вот так получилось. Закрываем крышкой. Все видно, все шикарно. И вот такой слайм у нас получился. Сейчас я сделаю все то же самое с остальной кучей слаймов. Как вы видите, у нас еще очень много клеера, очень много клаудов. Поэтому да. Работы много. Сейчас я все это сделаю и покажу вам результат. Ребята, у меня получилась вот такая огромнейшая куча слаймов. Мне они все очень нравятся. Плюс тут получились не только флот, но еще и два клауда. Я их сделала немножечко другого дизайна. Они тоже получились очень классные. Оцените эти слаймы в комментариях от 1 до 10. И пишите, на какую текстуру слайма вы хотите в следующий туториал. Ну и в принципе, только я их создаю. Они даже все в кадр не помещаются. Ну что же, вот такие слаймы у нас с вами сегодня получились. Мне они все очень сильно понравились. Они все очень классные. Напишите в комментариях, какой дизайн мне сделать следующий. Может быть, у вас есть какие-нибудь идеи. Напишите их в комментариях. Также не забудьте оценить этот слайм от 1 до 10. И напишите также, какую текстуру вы хотели бы видеть в следующем видео. Оцените видео пальчиком вверх. Подписывайся на мой канал, если ты до сих пор не подписан. Также подпишись на мой второй YouTube канал. Называется он Кристи Чарм Фэмили. Подписывайся на мои другие социальные сети. Ссылочка на них есть в описании под этим видео. А я вас всех очень сильно люблю. Целую, обожаю, обнимаю. Спасибо всем большое, кто был до конца этого видео. И всем пока-пока!